итак всем добрый вечер утренняя прогулка у нас завершилась и начинается вечерняя прогулка идем за молочком домашним обожаю молочко а сейчас мы просто литрами его пью и опять судьба нас водит с козлом нам надо зайти к собственникам козла там передать кое-какие документы поэтому виктор владимирович не поленился вернулся за хлебушком потому что капусту которую мы носили утром ему не понравилось по погодке был дождь такой сильный дождь мы почти его весь проспали и теперь выглянуло солнышком так немного посмурновато в принципе прогуляться можно ничего страшного я сюда вечернее видео вставлю кадры из утренней прогулки как мы кормили козла и покажу цены в производственном мясокомбинате который находится непосредственно в селе там один из комментариев был вернее была просьба рассказывать о городе побольше но что сейчас рассказывать о городе есть обстрелы но два дня тихо звонила я же говорила и мама и подруга в принципе эти дни ракеты летели не на харьков но самой харьковской области прилеты были только ночью 10 ракет полетела на чугуев вот такие дела то есть сегодня тихо завтра нет что из но из новостей таких самых актуальных терехов сегодня заявил что в ближайшее время появятся безопасные остановки и анонсировал проект этих остановок по факту это как знаете бетонная коробка где можно переждать арк обстрел по факту если снаряд конечно попадет в эту остановку то спастись не получится но вот спастись от осколочных ранений получится ну и смотрю что начали активненько готовить не бомбоубежища а подвалы проводить свет делать ремонты сегодня сказали активные работы такие проводятся в немышленском районе ну правда все пишут за но с одной стороны так и есть сколько 6 месяцев войны прошло взялись за бомбоубежище лучше поздно чем никогда так что вот такие дела а вообще почитав комментарии большинства понимают что наверное нашим людям что не делай все плохо по поводу этих остановок боже что только не написали что и не надо их делать что там мы будут люди нужду справлять и у техами заниматься что власть не продумывает эти варианты то есть нету остановок безопасных плохо есть тоже плохо что хорошо непонятно другой вопрос по поводу гуманитарной помощи которую я показывала да все говорили что она отменная отличная так вот дурыка кончилась волонтеры заявили о том что представительство этого фонда это американский фонд сократила перечень тех категорий которые могут их получить фактически это может быть человек внутренне перемещенная особо но только так которая потеряла работу если человек не потерял работу но при этом выехал с оккупированной территории ему помощь не надо зато люди в селе вы поставила на паузу вот и шла и шли люди угостили просто абрикосами сказали есть пакет набирай абрикосов но пакета не было но я набрала в руки иду кушать так вот по поводу гуманитарки конечно мне не очень понятно то есть человек бросил дом бросил вещи переехал в чужой город снимая квартиру даже если он работает но мне трудно представить сейчас харькове высокооплачиваемую работу и все равно ему гуманитарка не полагается вторая категория которая будет получать это люди у которых один из членов семьи погиб в войне и третья люди которые получили ранения во время войны все если тебя нет работы если у тебя маленькие дети неважно гуманитарная помощь не положено у меня нет претензий никому я это к чему говорю том что постепенно о ситуации в украине будут забывать будут сокращать финансирование будут закругляться с гуманитарной помощью и поэтому сидеть тупо надеяться на то что кто-то даст покушать или кто-то поддержит не приходится то есть все выживают собственными силами вот как-то так мне понравился комментарий одной девушки и она абсолютно права по фактически война как была с 14 года на востоке так сейчас она здесь и продолжается большинство людей на западной украине не понимают и не ощущают того что ощущаем мы это не есть плохо это не есть хорошо никто не виноват я просто говорю о том что постепенно такие города как харьков как запорожская область будут ну не забывать но как бы привыкать к тому что есть если вдруг кто давно не чуть не упала в селе то крынычки еще есть и функционирует так что кому нужна водичка может набирать а вот мы проходим поля пшеницы очередное поле и вдалеке бескрайные просторы подсолнух а вот и подсолнухи конечно телефон не передаст всей красочной вот подсолнухи коровка и теленочку а вот и теленочек молоденький до пасется вообще вы видите тут все звезды ютуба разговаривают на камеру виктор владимирович хочет сделать официальное заявление на камеру давай руби а дальше побоялся сказать то что он вне камеры сказал а вообще он сказал что он такой хороший чисто плотный классный парень положительный да а я вся такая негативная засранка я сказала правду передала его заявление и завершим мы свою прогулку катанием на качельках ура а ну виктор владимирович вы вместитесь туда а ну давай прям деревенские хлопцы вот так у нас завершается прогулка за молоком моем тапки виктор владимирович как впечатление от прогулки замечательно спал и видел как бы пойти так погулять